Итак, доброе утро, дорогие друзья! Шавуатов! Хорошей недели! Хорошей, прекрасной, веселой, полной шалома веселья! Главное, чтобы был шалом. Вот это вот то, что я понимаю, что если есть шалом в душе, вот нет внутренних противоречий, то тогда есть шалом с людьми, да, потому что ты спокойный, у тебя шалом, ты спокойно можешь разговаривать, ты можешь понять других, ты можешь объяснить то, что ты хочешь, то есть это то, к чему нужно стремиться, такое внутреннее состояние шалома принятия себя, принятия, знаете, у каждого человека есть множество противоречий между желаемым и действительным, между, это главное противоречие, да, между тем, что я хочу и между тем, что я имею, то есть это как бы основа, основа жизненных сложностей, жизненных проблем, переживания вот этого противоречия, то есть некоторые люди не могут с этим смириться, да, и некоторые люди могут с этим смириться, что они не получают то, что они хотят, и они учатся хотеть то, что получают, это очень круто. И, конечно, очень дает внутренний шалом состояние, когда ты понимаешь, что все, что к тебе приходит от Всевышнего, и все только с позитивной целью, то есть когда ты понимаешь, что все, абсолютно все, что у тебя в жизни есть, даже неприятности, страдания, боль, они приходят с позитивной целью, то тогда, тогда легче. Единственное, что вот тут у меня есть такое логическое вопрос, да, я вам иудейшим же, это не догмы, это вопросы. Вот у меня есть такой вопрос, вот смотрите, приходит человеку страдание, да, какую-то неприятность, допустим, он шел и упал и сломал ногу, теперь, если он страдает от этого, то он этим самым искупает какие-то свои проблемы, да, то есть это для него является следствием каких-то проблемных действий, которые он производил в прошлом, и сегодня он получил эту проблему и боль. Но если он с любовью принимает страдания, то это перестает быть для него болью, получается, что он тогда не искупает. Вот это вот для меня остался вопросом, я спрошу у кого-то из раввинов ответ на этот вопрос, потому что если я, ну то есть понятно, да, идея, если я говорю Всевышнему спасибо, что я сломал ногу, не дай бог, там не я, вообще лучше, чтобы никто не ломал ничего. Я так рад и счастлив, что ты меня научил этому чему-то, там, что теперь я буду лежать с поломанной ногой. Спасибо Всевышний. То есть если я радуюсь, это перестает быть страданием, тогда какой смысл был в этом страдании? Это уже перестает быть страданием. Понятно, да, вопрос? Теперь хорошо. Ну, понятное дело, что самому человеку от этого, конечно, легче, если он принимает то, что с ним происходит, если он умеет находить позитив, то, что с ним происходит, если он ищет, за что поблагодарить Всевышнего, понятно, что ему лично внутри хорошо. А если ему хорошо, то он тогда и людям вокруг доставляет радость. Хотя, опять же, тоже может быть, иногда, знаете, вот есть такие люди злобные такие, они очень такие злобные люди, и они злятся, когда другим вокруг хорошо, они просто от этого еще сильнее начинают злиться. Представляете, какой ужас? То есть злобный человек, ему все время плохо, и тут он видит радостного человека, и он вместо того, чтобы, ну, вот хоть чуть-чуть порадоваться, он еще сильнее злится. Страшно быть злым человеком, очень страшно, это прямо страдание. Хорошо, мы сегодня начинаем главу Итро. Глава Итро – это глава, в которой было даровано Тора, дарование Торы, то есть квинтэссенция, пик, ради чего Всевышний выводил в рейси народ из Едипта, ради дарования Торы, ради чего был создан мир, ради дарования Торы, ради чего вообще Тора была создана до сотворения мира, то есть Тора – это как бы суть и смысл и основа мира, то есть если взять вот Всевышний непостижимый, потом идет, из этой непостижимости рождается структура, это Тора, потом из этой Торы рождается все мироздание, это мироздание, и потом человек, который является мирозданием в миниатюре, да, человек же – это тоже мироздание, тело человека – это как вселенная, физическая вселенная, его интеллект – это как вот этот вот божественный разум, да, который управляет этой вселенной, и душа – это Всевышний, да, то есть человек, в принципе, так же, как Всевышний наполняет все мироздание, так же тело, так же душа наполняет все тело, так же, как Всевышний непостижим, но он управляет всем, так же душа, она непостижима, но именно она является основой жизни человека, потому что вышла душа, и вот эта вот гора мяса, вертикально ходящая лужа, человек, мне очень нравится определение, это вертикально ходящая лужа, 70% воды, таблица Менделеева, и все это так на шарнирах таких удобных, знаете, все организовано. Но если душа из этой структуры выходит или разум отказывает, то эта вертикально ходящая лужа, она перестает функционировать. То есть бывает, что человек в коме, не дай бог, как овощ живет, это у него отказал разум, то есть это интересно, душа в нем есть, жизнь поддерживается, а разума в нем нет, то есть и он лежит в коме как овощ, потом бак, душа выходит, и тело перестает функционировать. Значит, недельная глава Итро, в ней рассказывается о даровании Торы, и это очень интересно, что Итро, тесть Маше, это был его тесть, он был не еврей, он был не из еврейского народа, он был медиан, из народа, который назывался медианитяне, это были кочевники, которые жили рядом с Едиптом, и дарование Торы названо в честь его. Больше того, само имя Итро, Итро, это те же самые буквы практически, что Тора, то есть Итро, там есть только буква, в Торе это Эй в конце, 5 дематрия, а у Итро Ют в конце, это 10 дематрия, то есть числовое значение имени Итро, это 616, 616, это интересно, почему 616, Итро, а Рут, числовое значение, бабушка царя Давида, которая приняла иудаизм, ее числовое значение 610, и вместе, если их сложить, получится по 613 заповедей, это тоже очень-таки всякие математики, а дематрия очень интересна. Значит, любая честная рэба обращает наше внимание на то, что как, что было до дарования Торы. Значит, был исход из Едипта, 10 казней, исход из Едипта, чудеса. Потом был пик чудес, это раступилось море, это был пик. Но до того, как раступилось море, они вошли в это море, то есть был момент такого мессерут-нефеш, самопожертвования, да, то есть был такой вот именно шаг в сторону Всевышнего. Потом раступается море, чудеса. Потом после этого начались сомнения, начинаются сомнения, да, и начали евреи жаловаться на Всевышнего, тут воды нету, тут вода есть, но невкусная, тут мяса нету, тут ман, значит, падает, даст Бог день, даст Бог пищу каждый день, а мы оставим его на завтра, на черный день, а вдруг завтра не упадет ман. Так Бог же вам сказал, не оставляйте, а если будете оставлять, так вы нарушите волю Бога, и он тогда завтра не упадет. То есть все же понятно, нет, все равно оставили на завтра, он сгнил, там, ну, и ман не получили, и волю Бога нарушили, да. Доброе утро, Раиса Васильевна. Теперь, значит, что дальше получается? После этого, когда начались сомнения, напал Амалек. Амалек, это были, это были кочевники, антипод еврейского народа, это народ Амалек, который, главная его цель, это убивать, жестоко, жестоко убивать, и воевать против Всевышнего, против духовности. Это был такой народ Амалек, который, который его функция была воевать против Бога. Теперь, значит, напал Амалек, и интересно, что числовое значение слова Амалек равно сапэк, сомнение. То есть, сейчас я скажу, почему я на это обратил внимание. И после этого, после этого было дарование Торы. Так говорит нам Любавич Теребы, смотрите, все то же самое происходит в жизни каждого отдельного человека. Бог тебе делает чудеса. Он каждому из нас делает чудеса. Если мы просто посмотрим на свою жизнь, мы увидим, что большинство или, ну, у каждого человека были моменты, которые он логикой и своими действиями не может объяснить. Вот тут повезло, там повезло. Да просто если ты поймешь, что родиться и выжить, и дожить до этого момента, это все поток чудес. Я вчера как раз на такую вещь обратил внимание, что буквально сто лет назад аппендицит же еще не вырезали, не умели делать операции по удалению аппендицита. И вот человек, если человек заболевал аппендицитом, то он практически гарантированно умирал. То есть аппендицит, перитонит умер. Я вот мы сидели тогда, я спрашиваю, вот компания сидит там, например, мой отец, ему сейчас, слава богу, 89 лет. Я говорю, тебе вырезали аппендицит? Он говорит, да, в 7 лет мне вырезали. Я говорю, жил бы ты 100 лет назад, в 7 лет бы и умер бы уже, все. Там многим, то есть оказывается, где-то процентов 30-40 людей, им вырезали, даже больше, 50, наверное, процентов, им вырезали аппендицит. И получается, если бы им не вырезали аппендицит, то они бы умерли. Вот, пожалуйста, вот вам чудо. Но мы сейчас на это смотрим. Да какое это чудо? Это не чудо. Это больница, тебя усыпляют, тебе разрезают живот, тебе вытаскивают этот аппендицит, зашивают, и ты потом живешь. Тебе колят там антибиотики, чтобы было все стерильно. Какое стерильно? Там 150 лет назад, где рожали, умирали дети, там 50% от простых каких-то микробов. То есть, вся наша жизнь – это чудо. Теперь Бог нам делает чудеса. Дальше вопрос, ты эти чудеса замечаешь, или ты жалуешься? Тот, кто замечает чудеса, он через эти чудеса начинает соединяться с Богом. Он Богу говорит, какое слово? Спасибо. Спасибо тебе, Всевышний. То есть, я сейчас читал биографию одного, такой есть Фридс Перлс. Фридс Перлс – это основатель дештальтерапии. И вот этот Фридс Перлс, он пишет, я, говорит, знаю про историю грека, времлян, но я, говорит, ничего не знаю про историю еврейского народа, я просто, ну, ничего не знаю, хотя он не еврей. Он говорит, ну, у меня, поэтому, говорит, поэтому, что я не знаю, я атеист. Но у меня в жизни, говорит, было одно личное, божественное переживание. Когда я пережил, вот, присутствие Бога. Но так как я ничего дальше не знаю, то я, как бы, решил остаться атеистом. Что у него было за божественное переживание? Во время войны, он воевал на Первой мировой войне, он был врач. И они воевали, представьте, какие люди жестокие вообще, какие люди жестокие, они воевали, он был врачом в батальоне, который убивал химическим оружием. Уже в Первой мировой войне были вот эти газы химические, которыми травили друг друга, и они умирали. И он говорит, и мы были на фронте, и я должен был быть врачом в третьем окопе. Но меня послали в Первый окоп, Первая линия, самый опасный окоп, меня послали туда врачом. Я пошел, значит, начинается бой, Первый окоп, стреляют, все, меня ранило. А в третьем окопе убило всех. Убило врача, убило санитаров, и убило всех. И он говорит, вот когда бой этот закончился, начинается рассвет, и я думаю, если бы я был в третьем окопе, как меня изначально послали, меня бы уже не было. И он говорит, я вижу вот этот рассвет, и в этот момент меня накрыло ощущение Бога. Это было у меня, говорит, единственный раз вот такое божественное, такое ощущение, озарение, присутствие Всевышнего. Чудо. Но потом, если нет у тебя никакого интерфейса, да, как общаться с Богом, а интерфейсом является благодарность, молитва, заповеди, то это проходит. И кто тогда приходит? Приходит Амалек. Приходит Амалек сомнения. Это тот внутренний враг, который говорит тебе, слушай, ну а что тебе благодарить за аппендицит? Ну это нормально, сейчас всем вырезают. Что ты будешь Бога благодарить? Какого Бога? И врача не надо благодарить, и врач это тоже еще, тоже еще, тот еще. Он может не так там что-то сделал, да? То есть человек, Амалек это сомнение во Всевышнем. И дальше, дальше, значит, говорит Рэбе, что нам нужно, необходимо сокрушить внутреннего Амалека. Нужно вот это сомнение в себе уничтожить. То есть сомнение относительно божественного проведения, что Бог лично с тобой общается, лично с тобой разговаривает. И затем нужно обратить своего внутреннего Итро, Итро это он пришел тогда, сейчас мы узнаем, что было с Итро. Затем нужно обратить своего внутреннего Итро, ту часть нашего Я, которая все еще предпочитает служить идолу, и какой сейчас главный идол? Знаете, какой сейчас главный идол, которому служит большинство людей? Идолу излишеств. То есть мы имеем необходимый минимум еды, здравоохранения, питья, безопасности, всего, которого не было никогда в жизни вообще. В сто раз мы имеем больше безопасности, здоровья, медицины, еды, чем было за всю историю человечества. Самый простой человек имеет сегодня больше, чем было раньше. Но мы служим вот этому идолу излишеств, мы все время боимся, мы думаем, что мы зависим от того, от всего, от каких-то начальников, от каких-то государств и так далее. И вот когда мы победим этого внутреннего вот этого идола излишеств, тогда нужно рассечь море и войти в него, то есть полностью погрузиться в святость. Это достигается с помощью молитв и регулярного изучения Торы. Выполнение этих правил позволит привнести божественность во все элементы повседневной жизни. В заботу о пропитании, в принятие пищи, во взаимодействии с окружающими и тому подобное. Каждый день, выделяя время для изучения Торы, мы сможем извлечь из нее новые знания и услышать голос Всевышнего, звучащий с горы Синай. То есть мы не просто учим Тору, это мы конкретно слышим голос Всевышнего. И переходим сейчас как раз к тексту глава Итро. Глава Итро начинается с того, что и услышал Итро, Коин Медьян, Итро, он был священник в Медьяна. Тесть Моше, все, что сделал всесильный Бог Моше и Израилю, народу, когда он вытащил, когда вытащил Бог Израиль из Едипта. То есть Итро всю жизнь был священником. Но он, что значит священником? Он понимал, что главное это духовность, а материальность это следствие. большинство людей не понимают, что их материальное состояние это следствие их духовной системы ценностей, того, как они живут. То есть на Востоке это называют словом карма. То есть на Востоке индусы разные, все, они понимают. Они говорят, послушайте, материальное, то, что ты сегодня получаешь, это следствие твоего духовного, то, что ты делал вчера. И те люди, которые это понимают, называются священники, да, они идут к святости. А те, кто не понимают, называются будничными. Они идут по, ну, то есть они видят только внешнюю картинку, следствие они видят. Теперь, значит, Коин Итро, тесть Моше, он был священником в Медьяне. И когда он услышал про те чудеса, которые сделал всесильный Бог для народа Израиля, что он, какой он сделал вывод? Вояках Итро, Хотен Моше, и взял Итро, тесть Моше, Цепору, жену Моше, после того, как Моше ее отослал. Тут интересно, почему Моше ее отослал? Когда Бог ему сказал идти выводить и врести народ, он пришел с женой и с детьми. Причем интересно, что в пустыне жена его спасла. Когда он вышел вот в этот шлихут посланничества, да, выполнять волю Всевышнего, то один из его детей был необрезанный. И когда он поднялся, Моше, на такую духовную высоту, быть посланцем Всевышнего, то у него проявилось вот это, значит, значит, у него проявилось вот это пятно, которое в нем было, и он чуть не погиб. И Цепора обрезала сына, прям она взяла кремнием, прям камень такой кремниевый, сделала ему обрезание сыну и спасла тем самым Моше своего мужа. Но когда они подошли к Египту, вышел Арон, брат Моше им навстречу и говорит, смотрите, у нас здесь очень большая опасность, евреи в рабстве, сейчас начинается вот этот вот период выхода из Египта. И говорит, зачем в эту опасность ввести жену и детей. И Моше Робену сказал Цепоре с сыновьями возвращайся обратно к папе, жди меня там. И вот после того, как они уже вышли и приблизились к дарованию Торы, тогда взял Итро, взял двух сыновей Моше, взял жену и пришли они к еврейскому народу. Значит, звали одного сына, одного сына Моше Робену звали Гершом. Он ему дал сын, имя такое, чтобы помнить, Киамат, Моше Робену говорил, что пришелец был я в земле чужой. И Гершом, Гершом, это имя переводится как Гер-пришелец. Первого сына, как сыночка зовут от твоего Моше? Он говорит, пришелец его зовут. А что так имя странное такое выбрал? Он говорит, потому что всю жизнь я чувствовал себя пришельцем в земле чужой. То есть я был пришельцем, я воспитывался во дворе фараона, меня от мамы забрали и от папы. Я был приемный сын, да, у дочки фараона. И все равно я себя все время чувствовал. И вообще в этой земле материально я пришелец. А второго как звали? Он говорит, второго сыночка зовут Элеезер. Элеезер это на иврите, а как переводится имя Элеезер? Бог мой, Бог мне поможет. Как сыночка второго зовут? Бог мне поможет. А что так зовут сыночка? Тора объясняет. Потому что Бог отца моего мне помогал и спасал меня от меча фараона. Когда фараон хотел его убить, то Бог спас Машера Бейну и он, значит, в память об этом он назвал сына Бог мне поможет. Я, кстати, то же самое, когда у меня старшего сына зовут Эли Шама. Бог меня услышал переводится его имя. Моего старшего сыночка зовут Бог меня услышал. Потому что я был тоже в опасности. Я Богу молился, что Бог меня спас. Бог меня спас. Я приехал в Израиль, в Иерусалим, начал учить Тору и сыночка назвал Бог меня услышал. Бог услышал мою молитву. А Машера Бейну назвал сыночка Бог мне поможет. Потому что Бог ему помог спастись от смерти. И пришел Итро, тесть Моше, и сыновья, и жена к Моше в пустыню. Там, где они уже стали ладерем, подошли они к горе Всесильного. То есть, они пришли к горе, на которой была гора Синай, на которой была дарована Тора. Они уже туда подошли, и Итро пришел к ним в ладерь. И сказал Моше, сказал он Моше, я, твой тесть Итро, пришел к тебе, и жена твоя, и сыновья твои пришли со мной. И вышел Моше навстречу своему тестю, и поклонился ему, и поцеловал его, и сказали друг другу шалом. И пришли они в шатры. Пришли они в шатры. И рассказал Моше своему тестю все, что сделал Бог фараону и Египту по поводу Израиля, все события, которые были, и как их спас Бог. То есть, он прям конкретно, это очень интересно. Любые события можно объяснять. Я повернул направо, я повернул налево, и потом машина ударила в столб, а я остался жив. А можно сказать по-другому. Я, значит, ехал, и тут, значит, авария, и Всевышний меня спас. Вообще, слава Богу, Всевышний меня спас. Как? Я куда-то поворачивал, что-то делал, и так далее. Но мог же не спастись, но спасся. Слава Всевышнему. И вот Моше рассказал все события и рассказал, как его спас, как их спас Бог. Написано, и возликовал Итро за все то добро, которое сделал Бог Израилю, который спас их из Египта. Значит, Итро все это послушал, и он очень обрадовался. Наконец-то он понял, что есть Бог, творец мироздания, который объединяет все силы, и который проявил себя. То есть, это не просто Бог, который где-то там, и который не проявляет себя по отношению к людям. То есть, это тот Бог, который реально проявил себя в мельчайших деталях. И с кем есть контакт. И сказал Итро, Баруха Шем, он сказал, благословен Бог, вот это слово, благословен Бог, который спас вас из рути Египта, из рути фараона, который спас народ из Египта. Значит, вот здесь еще раз, кто помнит, что Всевышний его называют, его проявления разными словами. Есть Всесильный, есть Господь, есть Бог, и так далее. Все это говорится о Боге, творце мироздания, который проявляется разными проявлениями. В Торе главные два имени, это Ют Кей Вавкей, вот это вот четырехбуквенное имя, это творец мироздания, который бесконечный, внеструктурный, который непостижимый. И есть Элоким, Всесильный, это мироздание, все силы, которые есть в этом мире, вся структура, все мироздание, вселенная, то, что называют природа, это все Всесильный Бог. И Всесильный можно изучать, как он работает, можно находить какие-то там соответствия, вот планеты, вот какие-то циклы, вот лето, зима, осень, там можно понять, как работает Всесильный. Ашема, вот этот вот Ашем, творец мироздания, его нельзя не понять, не просчитать, не постигнуть. И вот здесь как раз в этом и есть главное проявление Всевышнего для еврейского народа на горе Синай, исход из Египта, что вот тот вот творец мироздания, он не просто сотворил и отошел, он здесь, он проявляет и можно с ним установить контакт. И сказал Итро, Барух Ашем, он сказал, благословен вот тот Бог, творец, да, создатель, который спас вас, и он из вот этого всего набора событий, где структура Вселенной нарушалась на каждом этапе, просто переворачивалась, там, град, в котором было лето, внутри огонь, море раступилось и так далее, он увидел присутствие вот этого творца. И сказал он так, ато я дате, теперь я, он говорит, теперь я узнал, то есть я постиг, сказал Итро, кигадоль Ашем, что велик Бог от всех сил, от всех всесильных, то есть он понимал, что есть разные силы, но он увидел, что Ашем, создатель, творец, он выше, чем все эти силы, потому что, он сказал, в той вещи, в которой они задумали уничтожать, они были уничтожены, то есть он сопоставил там какие-то, я не буду сейчас углубляться, но он понял, что есть творец мироздания, который сильнее всего вот этого мироздания, который же сам сотворил. И что? И взял Итро, тесть Моше, жертвы всесожжения, принес жертвы Богу всесильному, и с ним вместе приносили жертвы брат Моше Аарон, все старейшины Израиля, и сели они кушать хлеб вместе с тестем Моше перед всесильным. Все, на этом заканчивается сегодняшний отрывок, и значит, мы видим, что Итро с тех пор стал символом того, кто принимает веру в единого Бога. Интересно, что есть такой народ друзы, которые от него пошли, и их вера друзов, она идет, это вера Итро, там, это очень интересный народ, друзы, я забыл, как называется их вера, можно погуглить, друзы, они как раз идут от Итро, который был пророком, то есть для них святые пророки и Моше и Итро, еще там у них есть, по-моему, 8 пророков для них святые, они верят в единого Бога. Все, значит, дальше мы узнаем в этой недельной главе завтра, послезавтра о том, как было даровано Тора, про 10 заповедей услышим, то есть будет очень интересно, и через изучение Торы молитву и благодарность можно достигнуть внутреннего шалома, чтобы был шалом между в семьях, внутренний шалом, шалом в семьях, шалом с людьми и шалом в мире, и тогда придет Машиах, и мы увидим, наконец-то, последний акт в этом цикле мироздания. Все, удачи всем и успехов, спасибо, что приходите на уроки, спасибо, что учите Тору, спасибо, что поддерживаете наш урок, всех лекторов, Ваикру, друг друга, всем, чтобы было Рифа Ашлема, всем было полное выздоровление, кто учит Тору, и всем вашим близким, и чтобы было лилу нишматам, то есть, когда вы учите Тору, вы можете посвятить ту Тору, которую вы учите своим близким, на небо им передать вот этот вот духовный свет. Все уроки на этой неделе, они идут лилу нишамам Моши Бен Пинхас, его сын, он поддержал очень сильно Ваикру, дал возможность развиваться на следующий уровень, и неделю все уроки идут на поднятие души его отца, значит, с Божьей помощью, чтобы было у всех шалом. Все, удачи, успехов, шалом-шалом.